коллеги всем добрый день на часах у нас 10 01 по москве благодарим вас что присоединились к нашему вебинару свои вопросы вы можете задавать во вкладку вопросы ответы мы обязательно на них ответим также у нас ведется запись нашего мероприятия который вы получите в рассылке материалов после вебинара а сейчас передаю слово сергею жукову архитектору решения microsoft security сережа мы тебя пока не слышим и не большое спасибо да коллеги всем доброе утро московское время действительно 10 часов 1 минута я думаю что пока мы будем здесь с вами говорить вводную часть все те кто очень хотят подключиться но еще не успели они подключатся сейчас одну секунду так хорошо собственно немножко о регламенте да данный вебинар вам доступен только для просмотра если у вас какие-то проблемы с видео звуком отображением слайдов так далее в 99 процентах случаев вам поможет переподключение поэтому просто выйдите зайдите у вас будет возможность отмотать чуть-чуть назад вы ничего не пропустите все вопросы как уже правильно сказала они вы можете задавать специальной вкладке вопросы ответа она находится у вас справа на вебинаре по возможности я постараюсь ответить на все вопросы если на какие-то вопросы не отвечу сходу вы получите на них ответы в рассылке после вебинара собственно если какие-то вопросы будут упущены большая просьба в чате уже есть мой адрес электронной почты сергей . жуйков собачка софт-лайн ком пожалуйста отправляйте их туда ну собственно слайды презентации ссылка на запись вам будут направлены и так пару слов о себе меня зовут сергей жуйков я уже несколько лет занимаюсь работой с решениями microsoft начинал как раз таки с teams очень много времени этому посвятил сейчас больше сконцентрирован на вопросах информационной безопасности и именно на стыке вот этих двух компетенций родилась сегодняшняя встреча собственно если вы пропустили наши предыдущие какие-то мероприятия то пожалуйста вы можете зайти на наш канал youtube называется он софт-лайн айти для бизнеса там есть записи как предыдущих встреч так и буквально вчера у нас вышел первый выпуск подкаста посвященного microsoft security где мы с моим коллегой денисом тепляковым обсуждаем такую достаточно актуальную наш взгляд проблему как ransomware или различные программы вымогатель вы получите ссылку на наш канал на ютюбе вместе с рассылкой ну либо в презентации все вот эти картинки которые вы сейчас видите на экране они все кликабельны ну что ж чуть-чуть рекламы да microsoft давний стратегический партнер софт-лайн куча компетенций куча наград в общем мы как это мы безопасность не только показываем мы ее еще и умеем хорошо теперь переходим непосредственно к самой теме нашего нашей сегодняшней встречи да а в рамках встречи мы с вами поговорим о том что же такое тимс как он устроен что под капотом что работает из коробки чем можно дополнительно защититься опять же да и стека решение microsoft но при этом мы достаточно ограничены по времени темы безопасности можно обсуждать часами поэтому коллеги если какие-то темы вопросы мы не успеем сегодня рассмотреть это совершенно нормально да мы не претендуем здесь на какое-то прям очень глубокое глубокое погружение хотя материала будет много интересного это я вам обещаю собственно пожалуйста приходите опять же контакты электронной почты у вас есть напишите письмо мы с радостью с вами встретимся в формате один на один поговорим о безопасности в целом поговорим о безопасности в тимс о том чем мы сможем вам помочь и так тимс у нас один из ключевых продуктов в портфеле облачных приложений microsoft 365 и он очень тесно интегрирован с кучей других приложений microsoft будь то ширипойнт онлайн вандрайв для бизнеса и так далее все это позволяет как пользователям обмениваться файлами сообщениями так проводить конференции сейчас это насколько я помню до 1000 участников но все мы с вами прекрасно помним прошлый 2020 год когда миллионам организаций по всему миру пришлось каким-то образом адаптировать методы своей работы к той реальности которая у нас к сожалению случилось ну во первых сам по себе такой формат работы стал новым вызовом для всех но и при этом одна из самых сложных задач которая встала перед это это организация совместной работы и общение именно два этих процесса это у нас в определенной степени ключ к успеху любых наших команд это помогает общаться это помогает делиться какими-то идеями развивать бизнес ну что называется от разговоров у колера до стратегических сессий мы везде общаемся все это вызвало взрывной рост и здесь стартанули безусловно гиганты да то здесь в качестве платформ которые обеспечивают такую совместную работу можно выделить и слаг и циска и собственно microsoft и microsoft и microsoft стал самым быстрорастущим приложением на текущий момент teams используют более 250 миллионов пользователей ежедневно ну собственно итак у нас teams самое популярное приложение для совместной работы видеоконференции в мире да но насколько он безопасен для бизнеса глядя на картинку на слайде да мы можем сказать что teams безопасен все можно расходиться но давайте с вами попробуем погрузиться поглубже и разобраться за счет чего на самом деле это никакой не photoshop это реальная фотография это встреча лидеров экономик форума от тест которая прошла в 2021 году что ж давайте начнем с архитектуры да то есть то что у нас является основой безопасность продуктов несет очень большие серьезные репутационные в первую очередь риски для компании microsoft все это должны понимать то есть любая подтвержденная скажем так утечка данных любая подтвержденная взлома и так далее все это очень ярко отразится и отражается на репутации компании microsoft поэтому единственный путь для microsoft избежать этих рисков это серьезное соответствие международным региональным и отраслевым стандартам условиям регуляторов и так далее как это можно доказать единственный объективный способ доказательства это проведение сторонних внешних аудитов и здесь microsoft поддерживает точно самый большой на рынке портфель аудитов как по количеству так и по объему оцениваемых параметров да то есть у нас подтверждены для облачных продуктов microsoft такие стандарты такие требования регуляторов как и со 27 001 и со 27 017 и со 27 018 сок 1 сок 2 и сок 3 низ ccf хипа и многие другие благодаря таким строгим требованиям клиенты microsoft 365 и office 365 владеют своими данными и управляют ими корпорация microsoft юридически декларирует что она не использует данные клиентов для каких-либо целей кроме непосредственного предоставления сервисов не получает доступа к загружаемым файлам не анализирует электронную почту или пользователей в рекламных и других целях все это закреплено у нас и юридически приложение teams самого по себе построена в соответствии с жизненным циклом разработки защищенных информационных систем microsoft да на первом этапе этого цикла у нас создается модель угроз и в дальнейшем каждый компонент разрабатываемого приложения тестируется в соответствии с данной моделью да любые улучшения связанные с обеспечением безопасности они интегрированы непосредственно в процесс разработки кода большинство угроз безопасности обнаруживаются средствами статического динамического анализа еще на этапе сборки прежде чем какой-то программный код будет добавлен в окончательную версию именно поэтому если вы не знали но именно поэтому microsoft вывели обновление microsoft teams за пределы стандартных каналов обновления microsoft teams обновляется независимо и вы как администраторы никак не можете повлиять на обновление microsoft да то есть вы не можете его распространять самостоятельно ну кроме как удалить старую версию ставить новую то есть в целом нет пока централизованных средств распространения обновления кроме серверов microsoft в том числе это позволяет избежать ряда угроз при внедрении вредоносного кода в цепочку поставки и так от каких же у нас угроз реализуется защита на этапах разработки да на каких уровнях реализуется защита у нас обеспечивается шифрование данных у нас тестируется постоянно безопасность самой платформы да они мы поговорим дальше это пентест из постоянной ротации сторонних исследователей далее у нас обеспечивается безопасность на уровне персонала то есть это проверка обучение тотальный контроль доступа на уровне инфраструктуры опять же контроль доступа защита от вредоносного по управления уязвимостями использование только современных методов аутентификации дополнительно защищается сеть брендмауры защита от дидос пограничные маршрутизаторы и так далее не так давно была очень большая так по моему на данный момент она считается атакой номер один по объему на сеть microsoft microsoft успешно с ней справилась да я говорю здесь про дидос атаку ну и у нас обеспечивается безопасность на уровне содов это и физический контроль видеонаблюдение контроль доступа сегментирование и так далее процоды можно отдельно делать выступление часа на полтора рассказывать как все эти процессы в microsoft выстроены кроме того microsoft имеют программу баг-баунти мы об этом поговорим а еще microsoft платит исследователям за обнаружение ошибок в системах безопасности на уровне архитектуры в teams у нас заложено снижение ряда рисков таких как атаки с использованием скомпрометированного ключа отказ в обслуживании прослушивание спуффинг ip поделку удостоверений атаки типа злоумышленник посредине атаки с воспроизведением ртп пакетов какие-то нежелательные сообщения вирусы и черви все это у нас уже на архитектурном уровне ну скажем так если не исключено да все таки нельзя быть стопроцентно в этом уверенным то сведено к приемлемому минимуму ну понятно что невозможно спроектировать защиту абсолютно от всех угроз безопасности поэтому подход к процессу именно разработки в которой заложены изначально принципы безопасного проектирования да и стандарты принятой в отрасли это основополагающие компоненты архитектуры teams и здесь мы с вами переходим непосредственно к самой архитектуре к платформе безопасности то есть то что в teams работает из коробки teams вот так примерно выглядит его инфраструктура если посмотреть на нее где-то очень-очень сверху да и здесь teams используют нас интеграцию с кучей других решений microsoft для того чтобы соответствовать всем предъявляемым требованиям безопасности если мы так простите здесь какая-то ошибка произошла но окей ничего страшного там был информационный слайд и так если говорить про аутентификацию доступ то за аутентификацию нас отвечает естественно и жор актив директори да что он нам дает это поддержка огромного количества способов современной аутентификации да это возможность подключить мфа как показывает статистика включение многофакторной аутентификации предотвращает 99 и 9 процентов атак на учетные данные при этом мфа доступен абсолютно всем пользователям и жорады независимо от приобретенного вами плана да в базовых планах доступна аутентификация только через приложение microsoft аутентификатор но она доступна то есть второй фактор такой есть соответственно если мы говорим про teams то у нас аутентификация происходит с использованием протокола оау в 2.0 а вот это означает что безопасность учетной записи никак не связано с конкретным устройством да в контексте teams это особенно важно для тех пользователей которые используют приложение на мобильных устройствах на своих ноутбуках особенно хочу обратить ваше внимание на то что у нас есть огромное количество беспарольного доступа да то есть эйджер актив директри поддерживает беспарольный доступ это может быть windows hello и приложение microsoft аутентификатор что самое простое также поддерживаются ключи безопасности стандарта фида 2 если говорить о защите данных то реализуется как стандартная защита данных то есть это защита при передаче у нас все данные которые передаются клиентами в облачные сервисы обязательно шифруются с помощью tls12 этот стандарт позволяет нам проверять подлинность серверов на которые загружаются данные то есть мы не просто отправляем данные абы куда мы точно проверяем что у нас сервер тот за кого он себя выдает для обмена ключами используются стандарты фипс 142 если обмен идет между серверами microsoft то здесь используется mutual tls для взаимной проверки подлинности между серверами то есть проверяется как отправляющий сервер так и принимающие данные вот используется минимизация передачи данных через публичные сети кратчайшим путем данные стараются попасть в глобальную сеть microsoft где уже по безопасным каналам они попадают кто хранилище или к опять тех служб с которыми они взаимодействуют при этом также стоит отметить что весь трафик у нас инициируется клиентами нет необходимости создавать правила входящего брендмауэра да исключением из этого является только direct routing он же прямая маршрутизация телефоней там требуется установка стыка между sbc и вашей телефоней вот на этом этапе скорее всего трафик не будет шифроваться также мы с вами позднее поговорим о том как у нас шифруются данные при хранении но помимо этого данные microsoft шифруются еще и в процессе обработки здесь используется гомоморфное шифрование используется доверенная среда исполнения то есть данные непосредственно в процессе вычислений также остаются зашифрованными что же мы с вами поговорили о шифровании данных при передаче давайте посмотрим как это реализовано в microsoft teams если мы говорим про собрание да то есть собрание то у нас три и больше пользователей из два человека это у нас звонок один на один мы его отдельно разберем так вот в этом случае у нас мультимедийный трафик да к нему относятся аудио потоки видео потоки демонстрация экрана в собрании он будет обрабатываться только облачными сервисами облачными серверами соответственно здесь весь трафик будет зашифрован с использованием протокола srtp это обеспечивает достаточную конфиденциальность проверку подлинности в две стороны и защиту от атакса с произведением rtp пакетов если же мы с вами говорим про шифрование звонков один на один тут имеются отличия потому что в этом случае у нас так называемый сигнальный трафик или сигнализация да то есть некие специальные пакеты они по-прежнему пойдут через облако а вот мультимедийный трафик teams постарается направить напрямую если эти два пользователя смогут достучаться друг до друга условно если они у нас находятся в одной сети либо в пределах видимости то мультимедия трафик пойдет между ними напрямую что у нас происходит в этом случае сейчас безусловно весь трафик также шифруется да и ключи таких вызовов сейчас согласовываются через облако по проприетарному протоколу который использует сшифрованный канал опять же tls1 и 2 а есть 256 все через облако мы спокойно обменялись ключами в ближайшее время ожидается обновление teams которая позволит обеспечить шифрование без обмена ключами через облако то что называется end to end encryption когда облачный сервер понятия не имеет о том какими ключами пользуются клиенты в текущий момент собственно дешифровать трафик никто кроме этих двух клиентов не сможет понятно что такой режим работы будет ограничен да он потребует назначения отдельных политик но в общем и целом в ближайшее время это обновление должно стать доступным если мы говорим про защиту данных при хранении то мы понимаем что у нас данные в частности файлы которые хранятся в облаке они хранятся у нас sharepoint онлайн one drive для бизнеса и one note все это защищается протоколами шифрования этих приложений так например в sharepoint или one drive для бизнеса применяется шифрование битлокер на уровне томов где эти данные хранятся соответственно здесь используются дистрибьют кей менеджмент дикем для того чтобы управлять этими ключами кроме того если вы ну вот здесь вот такой вполне нормальный кейс ко мне пришел заказчик и сказал мы что мы не доверяем тем ключам которые создает microsoft что нам делать есть решение вы можете использовать свой собственный ключ это кастомерки да то есть без проблем вы можете загрузить свои ключи в microsoft это будут рутовые ключи которые будут храниться в аппаратных хранилках вейджерки волк да и в дальнейшем использоваться для шифрования данных то есть вполне себе нормальный совершенно подход который позволяет дополнительно защитить доступ не авторизованных каких-то внутренних систем не авторизованного персонала и так далее если вы не доверяете ключам microsoft что таким образом шифруется у нас это чат и teams то есть чата один на один групповые чат и все общение в командах каналах медиа сообщения то есть это картинки фрагменты кода видео вики записи звонков которые хранятся у нас в хранилищах teams различные уведомления или телеметрия для особо чувствительных данных вы можете использовать шифрование с двумя ключами также доступно до double key encryption есть здесь мы подходим к важному моменту до хранения данных в teams то есть что teams где хранит что можно где найти давайте посмотрим итак начнем мы с того где же у нас располагаются данные весь мир у нас разделен на три очень больших региона это америка это имея это опак и здесь у нас если имеется какой-то локальный например тот в той или иной стране да то с большой долей вероятности данные будут размещены именно там если такого цода нет то данные будут размещены в соответствии с определенными правилами если мы говорим про россию до всего у нас на данный момент таких вот глобальных регионов выделяется вообще 63 да ну вот данные российской федерации у нас хранятся данные компании из российской федерации давайте вот так они у нас хранятся в регионе под названием европа соответственно данные могут быть размещены в следующих центрах обработки данных microsoft это австрия город вена это финляндия хельсинки франция париж либо марсель ирландия дублин или нидерланды амстердам с точки зрения безопасности хранения там данных и вообще нашего любимого 152 фазе федеральный закон о персональных данных так вот эти государства которые я перечислил где расположены псоды приняли ратифицировали 108 конвенцию совета европы которые косвенно там вытекает в такой закон как gdpr европейский в общем с точки зрения российского законодательства эти государства обеспечивают далее цитата из текста закона адекватную защиту персональных данных вот собственно именно эта самая адекватная защита позволяет нам беспрепятственно передавать туда да то есть осуществлять трансграничную передачу персональных данных с маленькой оговоркой да при условии локализации первичных источников этих данных на территории российской федерации но опять же да следует помнить что это касается не всех данных которые хранятся там а только персональных данных условно говоря если у вас есть локальный ад с точки зрения 152 фазы вы все требования уже выполнили здесь я специально постарался вам показать логическую архитектуру того как устроен teams да у нас здесь есть красными такими малиновыми блоками выделены те элементы которые отвечают за работу команд темно-серыми это чат и синие это голосовая связь ну и светло-серые это так дополнительные возможности которые находятся где-то рядом почему важно сейчас примерно хотя бы посмотреть на этот слайд потому что дальше мы будем говорить о том где что у нас хранится где что у нас как защищается поэтому давайте начнем наверное с сообщений да сообщения у нас обрабатываются строго в оперативной памяти для ускорения поэтому все их хранение осуществляется в космос деби да с целью использования инструментов защиты данных с целью использования инструментов комплаенса те данные которые мы получили и сохранили в космос деби передаются дополнительно в эксченч где прикрепляются к почтовым ящикам пользователя либо команды канал если мы говорим про изображение то изображение стикеры хранятся в блабах и жур медиа сервиса с картинки гифи у нас не сохраняются это только ссылки если мы говорим про файлы то чаты точнее говоря файлы которыми пользователи обмениваются в чатах то вот прям вот все что в чатах это все он драйв для бизнеса в этом случае файл загружается на он драйв для бизнеса пользователя и остальным предоставляется на него ссылка точнее говоря остальным предоставляется разрешение на доступ к этому файлу если мы говорим про команды то в этом случае у нас организуются команды офис 365 до у которых вас на в основе лежит такой инструмент как сайты шире point онлайн соответственно для каждой команды в teams у нас существует свой собственный сайт шире point онлайн то есть есть большая большая хранилка там 25 терабайт более того если вы используете какие-то сторонние облачные сервисы пожалуйста вы можете подключить напрямую к teams будь то dropbox box citrix google drive пожалуйста это все возможно и так где же у нас хранятся вообще данные да еще раз сообщение это космос деби в первую очередь первичное хранилище вторичное хранилище это передача данных в exchange изображение опять же и жур медиа сервисов вторичное хранилище exchange файлы команд у нас хранятся шире point онлайн файлы чатов хранятся в ондрайв для бизнеса голосовая почта сразу же сохраняется в пользовательских ящиках exchange видеозаписи это и жур медиа сервисов раньше они передавались в microsoft stream сейчас политики диктуют что они хранятся в ондрайв для бизнеса календари берутся из эксчинджа контакты берутся из эксчинджа обезличенные данные microsoft передает в свои собственные центры обработки телеметрии microsoft этого ха давайте немножечко поговорим о таком важном инструменте как ролевая модель доступа в темзе она тоже частично реализована мы сейчас не будем касаться административных ролей мы сейчас поговорим о том какие роли пользователей teams нам доступны и кто что может делать ну в первую очередь хочется заметить что владельцы это пользователи которые у нас создают команды они же собственно добавляют в эти команды участников то есть участники это все те кого владелец добавил в созданную команду по умолчанию владельцам у ников да например там какой контент разрешено просматривать либо могут ли они создавать каналы могут ли участники приглашать других пользователей все это дает определенный уровень контроля над тем как выстроена работа в командах и каналах по умолчанию вообще все пользователи организации могут создавать команды становиться их владельцами и так далее но здесь есть достаточно развитая инструмент политик когда вы можете как администратор например делегировать права на создание командно управлениями каким-то конкретным пользователем что называется небольшое затягивание гаек но тем не менее это дает возможность более жестко контролировать вот этот вот самый процесс хотя с моей точки зрения такой подход он неправильный он очень сильно тормозит именно внедрение и принятие microsoft teams как коллаборативной среды ну что ж мы с вами в достаточной степени успели убедиться что teams имеет множество встроенных функций безопасности которые можно легко настроить все это работает из коробки однако teams как и любой другой гипер сложный программный продукт да он не защищен от уязвимостей и я бы вам хотел рассказать какие-то называют история одной картинки история эта произошла в марте двадцатого года когда исследователи компании cyber arc обнаружили уязвимость уязвимость потенциальную microsoft teams ну и собственно говоря представьте себе следующий сценарий злоумышленник отправляет свои потенциальные жертве просто гиф изображение некую картинку после этого он получает полный контроль над всей учетной записью жертвы потенциально такая уязвимость может привести к собственно полному контролю к захвату всех учетных записей организации да то есть вот у нас слева есть некий злоумышленник он отправил картинку джона джона она попала к элис дальше она попала к cfc но и собственно говоря таким образом у нас потенциально вся организация включая домен до оказалась захвачены собственно microsoft изучили каким образом это все потенциально реализуется да технически это происходило следующим образом что в случае предоставления возможности просматривать картинки там были некоторые неточности с обработкой токенов которые нужны для подключения как раз таки к хранилищам и собственно захватив эти самые токены с помощью вредоносной вот такой вот картинки можно было выполнять ряд действий от имени пользователя собственно cyber arc это достаточно известная компания занимающаяся кибербезопасностью они приватно и закрыто поделились этой информацией с microsoft и microsoft исправила ее прежде чем информация об этой опасности была опубликована вот именно поэтому как я уже говорил ранее да microsoft teams имеет отдельный канал обновлений который не управляется администраторами именно для того чтобы у вас постоянно была наиболее актуальная версия которая обеспечивает максимальную безопасность ну и как я говорил ранее да microsoft у нас имеет программу баг баунти в марте 2021 года эта программа была расширена да возникли такие программы вознаграждений как microsoft applications баунти программ в которой была сформулирована задача привлечь исследователей со всего мира для выявления уязвимостей которые ранее не были известны ровно в двух приложениях microsoft teams desktop microsoft teams mobile собственно если взять статистику за 2021 финансовый год вы знаете что финансовый год microsoft он сдвинут на 6 месяцев то есть у нас получается что microsoft сейчас живет в 2022 финансовом году да у них 21 год закончился в июне так вот за 21 год microsoft выплатили 13 и 6 десятых миллиона долларов в качестве вознаграждения за обнаруженную уязвимость самая большая награда составила 200 тысяч если говорить про программы баг баунти которые действительно сейчас то максимальная награда составляет 30 тысяч долларов и более за обнаруженные уязвимости в microsoft teams если говорить о том какие продукты дополняют безопасность microsoft teams то здесь мы сейчас с вами выделим несколько ключевых продуктов да которые позволяют обеспечить ну что называется точечную эшелонированную защиту ровно там где это необходим первым и ключевым наверное с моей точки зрения является мфа и условный доступ да то есть многофакторная идентификация условный доступ собственно это протокол безопасности который требует от пользователя для предоставления двух или более подтверждений прежде чем к учебной записи будет доступ разрешен собственно вторым фактором может выступать одна из трех вещей первое это что-то что пользователь знает вторая это что-то что есть у пользователя да но в качестве примера вот того что пользователь знает можно привести например пин-код мы его придумали мы его знаем что-то что есть у пользователя это например приложение аутентификации либо какие-то неотъемлемые биометрические данные контуры лица не знаю сетчатка глаза отпечаток пальца и так далее насколько эта стратегия эффективна ну как я уже говорил исследования показывают что 99 и 9 процентов можно взломов можно исключить просто включив мфа причем понятно что для нормального полноценного мфа требуется эйжур оде премиум план 1 это лицензии microsoft 365 бизнес это microsoft 365 и 3 и 5 туда это все входит но в целом если у вас лицензии меньшего уровня вы без проблем можете использовать мфа в рамках такого инструмента как настройки по умолчанию до security defaults которые вы активируете в этом случае вам будет доступен второй фактор в виде приложения которое вы сможете поставить на смартфон свой и своих пользователей в целом политики мфа это строгий инструмент который ну может быть неудобен на моей памяти был прецедент когда ко мне пришли пришел заказчик и сказал что ребят пожалуйста дайте мне инструкцию как мфа отключить для большого количества пользователей мы горит его включили для простых ребят которые занимаются добычей угля эти ребята настолько недовольны тем что им теперь приходится там где-то в районе шахт пытаться как-то поймать вот эту вот смс-ку со вторым фактором так далее у нас там связи нет ничего нет меня сейчас будут убивать вот поэтому есть такой вариант который называется условный доступ он же conditional access это политики которые позволяют более гибко понимать где надо применять второй фактор условно говоря если у нас пользователь подключается из доверенного местоположения из корпоративной сети давайте мы у него второй фактор спрашивать не будем а если пользователь пытается подключиться внезапно из какой-нибудь камбоджи из какого-нибудь рутованного андроида или jailbreak такнутого айфона то наверное мы у него спросим второй фактор да еще и заставим пароль поменять вот все это называется условный доступ когда мы оцениваем условия он у нас есть уже в эйжур а д премиум план 1 если мы хотим дополнительно например получить такую фишку как условный доступ на основе рисков когда система с использованием подключение машинного обучения оценивает кучу кучу дополнительных рисков например там условно есть ли вирусы у пользователя на компьютере ну если там установлено определенное антивирусное обеспечение есть ли там отвечает ли компьютер пользователя определенным требованиям там и так далее и так далее масса дополнительных условий именно с точки зрения риска они переместился ли пользователь внезапно у нас куда-нибудь на огромное расстояние чего он физически не мог сделать вот все это у нас это уже эйжур а д премиум план 2 следующая немаловажная часть по которой обычно больше всего вопросов это что же такое у нас гостевой доступ как это все вообще работает так вот вы можете совершенно без проблем встраивать в свои бизнес процессы людей которые не являются сотрудниками вашей организации но может такое случится что вам надо подключить каких-то консультантов поставщиков партнеров с кем вы хотите пообщаться в чатах поработать над документами знаю какие то еще вам ресурсы необходимы для совместного взаимодействия раньше вам необходимо было бы создавать для таких пользователей дополнительные учетные записи у себя в теннете как-то пытаться ими управлять потом все это забывается в результате остается куча вообще непонятных учетных записей которые забыли заблокировать пароли у которых слабые второго фактора нет их взломали привет взлом инфраструктуру да подход сложный неудобный что у нас есть у нас есть гостевой доступ собственно у любого пользователя у которого есть адрес электронной почты мы можем добавить в качестве гостя в свой тенн что это означает для нас это означает что этим пользователем мы сможем управлять потому что для него да будет создана учетная запись у нас в Azure AD но она будет создана с отдельной пометкой гостевой пользователь к ним сразу же можно применять более строгие политики ими легче управлять собственно у нас нет необходимости полного членства таких пользователей да то есть они имеют ограниченное влияние на нашу инфраструктуру но с точки зрения работы пожалуйста они мало чем отличаются от обычных пользователей если раньше гостевой доступ лицензировался у нас исходя из количества лицензий Azure AD премиум план-1 или план-2 в соотношении 1 к 5 то сейчас модель поменялась и ситуация следующая что 50 тысяч активных пользователей в месяц вы получаете бесплатно если количество я имею ввиду гостевых пользователей конечно если количество гостевых пользователей вам требуется больше то вы за них заплатите ну какие-то там смешные копейки причем но вы будете получать ежемесячно эти доп счета то есть первые 50 тысяч оттуда будут вычтены вы заплатите за всех кто свыше 50 тысяч опять же повторюсь активных пользователей то есть это значит что этот пользователь в течение этого месяца там зашел в систему что-то сделал кроме того есть такой классный инструмент как access review то есть вы можете настроить процессы периодической валидации всех тех пользователей которые у вас есть это может быть членство в группах это может быть там гостевые пользователи и так далее вы можете заставить там как владельцев групп про периодически пересматривать а все ли пользователи им нужны так и выделить какого-то отдельного сотрудника для того чтобы он периодически посматривал а что же такого есть а что же такого надо кто там должен остаться кто не должен остаться ну что ж основные административные инструменты мы с вами рассмотрели теперь давайте посмотрим какие же у нас есть продукты microsoft которые дополняют защиту microsoft конечно же это cloud app security это так называемый casby брокер и здесь наверное ну я бы хотел подсветить такой момент что по мере распространения модели saas да то есть это модель когда программное обеспечение нам предоставляется как услуга у нас возникают новые проблемы да соответственно инфраструктура которая лежит в основе этого по никак вами не управляется и когда не знаю общаясь заказчиками мне говорят что мы полностью там защищаем периметр и так далее да ответ на это один но ребят так не бывает да то есть у вас сто процентов никто не использует какой-нибудь яндекс диск google drive whatsapp telegram используют все ребят вы не контролируете свой периметр потому что именно эти saas решения да они уже размыли ваш периметр вам необходим другой подход и собственно один из таких подходов это ну доступные административные элементы и оценка каждого приложения в отдельности здесь как раз таки на помощь приходит casby брокер который может быть может работать в двух режимах первый режим это cloud discovery когда вы либо со своих конечных точек да то есть рабочей станции если у вас установлен defender foreign point либо же вы со своих прокси серверов ядра сети периметра сети отправляете логи клауда discovery и он вам подсвечивает какие у вас используются облачные приложения какими пользуются ваши сотрудники соответственно он же позволяет вам сгенерировать например access control листы для того чтобы заблокировать те или иные приложения при этом он не просто подсветит какими приложениями пользуются ваши сотрудники но и дополнительно даст скуринг безопасности по каждому из них если мы говорим про cloud obscurity то здесь уже у нас приложение может работать в режиме реверс прокси вы заворачиваете через него собственно проксируете свой облачный трафик и здесь уже на уровне этого приложения мы можем на уровне casby брокера мы можем творить практически чудеса то есть мы можем мгновенно заблокировать доступ к любому приложению мы можем запретить например скачивать файлы мы можем на лету при скачивании файла применять к нему политики dlp навешивать различные метки конфиденциальности шифровать документы и многое многое другое то есть фактически мы полностью становимся владельцами всех процессов которые у нас происходят в отношении облачных сервисов следующее приложение которым хотел бы рассказать это microsoft intune это достаточно серьезный модуль который реализует две основных задачи это mobile device management mobile application менеджмент пускай вас здесь не смущает слово mobile под mobile под мобильным приложением microsoft понимает все то что можно взять и понести с собой то есть словно говоря это могут быть планшеты это могут быть ноутбуки это могут быть смартфоны если это собственность вашей компании пожалуйста ваш вариант это mobile device management вы будете точно также управлять устройством за пределами корпоративной сети как это делали раньше с помощью небезызвестного систем центра он же систем он же ныне microsoft and point config manager если говорить про mobile application менеджмент то это вариант когда у вас пользователи используют собственное устройство либо би ай оуди bring your own device в этом случае вы все корпоративные приложения можете централизованно публиковать управлять их версионностью обновлять настраивать более того эти приложения будут защищены неким корпоративным контейнером данных которым вы сможете управлять то есть прямо на телефоне будет выделен выделена зачифрованная область пользователь туда пока он легитимен получает доступ как только он перестал быть легитимен доступа туда нет данные зашифрованы более того вы можете их дистанционно удалить например на случай если пользователь такой уволился следующий продукт это microsoft defender для office 365 это тот продукт который собственно является первым рубежом обороны то через него проходят все файлы через него проходят все вложения все ссылки которыми ваши пользователи обмениваются не только в teams но и в например exchange онлайн шире поинт онлайн one drive для бизнеса и так далее чем он прекрасен это облачный продукт плюс там реализована очень мощная схема песочница условно говоря любой файл у вас обязательно проверяется через песочницы в облаке да на то вредоносен он или нет точно также проверяются все ссылки причем ссылки проверяются каждый раз когда пользователь по ним кликает нет microsoft не лень вот при этом если будет обнаружен какой-то вредоносный файл либо вредоносная ссылка то сработает система zero auto purge и в этом случае эта ссылка этот файл будут выпилены у всех пользователей вашей организации условно говоря если кто-то один перешел ссылка была детектирована как вредоносная во всех письмах всех пользователей она будет выпилена при этом план 2 у нас имеет еще и такую фишку как симулятор а так тоже очень важно потому что awareness осведомленность обучение пользователей да она существенно снижает потенциальная вероятность осуществления успешной фишинговой атаки то есть вы периодически можете отправлять через эти инструменты по различным сценариям расписанием и так далее фишинговые письма получать статистику ну и понимать куда следует направить свои усилия следующий продукт это microsoft dlp да то есть это у нас идентификация конфиденциальной информации здесь слайд уже немножечко устарел да здесь показано только exchange шарипоинт онлайн вандрайв для бизнеса и teams против мы поговорим отдельно но сейчас к этим четырем пунктам добавились еще как минимум два да первое это cloud security про который мы говорили ранее да при прохождении файла через пограничный контроль в cloud security к нему также могут применяться политики dlp и политики dlp теперь могут применяться на уровне рабочих станций если вы используете defender for endpoint то есть все файлы которые есть у пользователя на компьютере также будут проверяться на предмет соответствия политикам dlp если говорить про dlp в темзе я обещал что про это мы поговорим отдельно то здесь собственно защита конфиденциальной информации непосредственно в чатах да то есть это чат это команды это файлы которые пользователи пытаются отправить именно уже не отправили а еще пытаются вот это все это у нас политики teams dlp почему я их вынес отдельно потому что вот эти политики dlp которые относятся к продукту microsoft 365 кроме темза они все доступны в рамках планов уровня е3 а вот teams dlp доступен у нас в планах уровней е5 ну собственно один из последних инструментов это compliance рекординг запись звонков да это не столько инструмент точнее говоря не только инструмент сбора информации как мы привыкли например на клиентах покупках или анализ качества работы колл-центра но иногда это необходимо для соблюдения комплайенса вот с точки зрения microsoft все это выглядит таким образом что в самом тимзе встроенных инструментов нет но у microsoft разработаны api и использованием этих api уже партнеры предлаги предложили ряд своих решений да есть compliance рекординг api из партнерских решений можно выделить например ну такие инструменты как аудиокода смартап 365 веринт или например на из да все эти инструменты есть в портфеле а у компании софтлайн пожалуйста приходите к нам мы с вами с радостью поговорим об этом собственно давайте уже так потихонечку будем подводить итоги да как же безопасно использовать microsoft teams здесь я сделал такую очень краткую выжимку да то есть пять шагов которые вам стоит использовать первое это защита персональных данных это мфа и jure ad conditional access и при необходимости риск-бейст conditional access второй шаг это регистрация в ваших корпоративных устройств то что называется azure ad join или azure ad hybrid join чтобы вы могли понимать когда пользователь подключается с доверенных устройств это позволит вам снизить напряженность по поводу мфа третье это предотвращение доступа к teams вообще с недоверенных устройств здесь нам на помощь приходит intune четвертое это защита информации от утечек несанкционированного доступа здесь dlp azure information protection пятое это политики teams в соответствии с политиками безопасности вашей организации и собственно выяснение рисков да используя cloud security если говорить про то какие же услуги на базе microsoft security оказывает компания softline то здесь можно выделить следующее это внедрение а здесь могут быть любые продукты microsoft 365 мы занимаемся комплексным внедрением при этом проводим аудит инфраструктуры даем рекомендации по соблюдению комплаенса помогаем реализовать гибридную инфраструктуру развертываем решение и помогаем с их adoption то есть их принятие мы оказываем техническую поддержку разного рода решений здесь может быть например приобретение технической поддержки как по сроку да например срок действия там на один год либо в виде ваучеров на часы нашей экспертизы то есть такие предложения тоже есть если вы хотите либо подстраховаться либо вам необходимо точно решить задачу вы можете приобрести ваучер срок действия которого также год в течение которого вы сможете совершенно спокойно обращаться к нам с нашей помощью мы безусловно помогаем с внедрением Azure AD Premium и здесь если вы испытываете потребность в том чтобы эти услуги реализовать в течение ближайших двух недель вы можете обратиться ко мне к моим коллегам по контактам которые вы получите в письме по итогам сегодняшнего вебинара мы для вас зафиксируем стоимость со скиткой 15 процентов собственно цены вы видите на экране добро пожаловать в более безопасный мир потому что действительно вся безопасность она начинается с безопасности учетных данных если говорить про защиту информации у нас также есть компетенции мы без проблем дополняем сервис microsoft наши экспертизы мы помогаем разобраться с information protection у нас есть экспертиза которая позволяет формировать правильные делки правила да здесь в общем то от внедрения до помощи в поддержке актуальности правил словарей пилоты консалтинга сопровождения все что угодно коллеги мы добрались наконец-то до вопросов и ответов у меня на самом деле есть возможность чуть-чуть задержаться поэтому я сейчас постараюсь ответить на все ваши вопросы которые вы задали соответственно если каких-то вопросов вдруг вы не увидели то пожалуйста пересмотрите запись я думаю что там все это будет хорошо прежде чем перейти к ответ на вопросы хотел бы сделать такую маленькую ремарку что где-то примерно месяц назад у меня вышла статья посвященная безопасности microsoft teams если все то о чем я сегодня рассказывал вы хотите почитать я ссылку на нее также приложу в ответное письмо и так поехали по вопросам значит а как разом записаться на все встречи по безопасности в офис 365 я думаю что здесь мои коллеги когда будут делать ответную рассылку помогут вам они поделиться страничкой где мы периодически анонсируем наши встречи да вы можете ее отслеживать и также периодически туда заходить коллеги вопрос по поводу а как же зум я так понимаю что он относился к той части разговора когда я рассказывал про такие решения как слаг как цисковых что они получили взрывной рост смотрите зум не корректно сравнивать steam потому что это про разные teams гораздо дальше выходит за границы просто видеосвязи steam эта платформа для совместной работы поэтому корректно и сравнивать с аналогичными решениями здесь лично я наблюдаю только два более-менее серьезных конкурента это слаг от google и веб-экс от циск расскажите как ограничить возможность просматривать файлы в тимзе в зависимости от прав и расположения пользователей коллеги для того чтобы я рассказал пожалуйста пишите мне на электронную почту мы с вами назначим встречу один на один у нас формат сегодняшнего мероприятия не подразумевает там более глубокого погружения но с радостью мы вам поможем понять и решить ваши проблемы планируется ли цоды microsoft в пределах российской федерации на данный вопрос я к сожалению не могу ответить я не являюсь сотрудником компании microsoft да но насколько мне известно пока каких-то подтверждений о том что сот будет в россии строится не было как отключить по умолчанию доступ к файлам и обмен файлами в чатах опять же коллеги пожалуйста приходите к нам в формат один на один мы с радостью вам поможем ильдар спрашивает какое количество участников трансляции ильдар я так понимаю что у вас интересует какое количество можно на какое количество можно организовать трансляцию я сейчас подсмотрю в шпаргалку потому что у меня немножко устареет в моей голове по поводу того какое количество участников можно было подключать в трансляции так коллеги у меня опять немножечко прервалась связь но как я уже говорил я сейчас подсмотрю какое количество участников можно подключать в трансляции по умолчанию размер аудитории 10 тысяч участников до трансляцию берет на себя целиком и полностью microsoft ну смысле мощности трансляции соответственно если у вас есть потребность увеличить это количество 10 тысяч это также можно сделать все то что свыше 10 тысяч вы можете прийти в microsoft и попросить их увеличить до ста тысяч если имелось в виду количество участников данной трансляции то здесь пока скажем так до сводных данных нет но я думаю что количество здесь колеблется около ста человек коллеги если вопросов больше нет а я вижу что их пока нет собственно мы прекрасно уложились в тайминг на этом я завершаю свою трансляцию как и обещал все данные вы получите в течение ближайших трех дней на этом большое вам спасибо за внимание и если какие то вопросы остались без ответа пожалуйста напишите мне на электронную почту она есть как в чате так и придет спасибо большое коллеги всем хорошего дня коллеги всем спасибо до свидания будем ждать вас на следующих наших вебинарах и и и Продолжение следует...